Уметь создавать необычное из привычного, не сидеть без дела, творить красоту и украшать мир. Фонд ЮНЕСКО приравнял рукоделие к всемирному культурному наследию. С течением времени исчезают множество ремесел, которые были известны человечеству. На сегодняшний день в мире исчезло более двух тысяч направлений рукоделия. Именно этому занятию и тем, кто любит, им заниматься посвящен день, 16 ноября, День рукоделия. Однако бытует мнение, что рукоделие и мужчины – вещи несовместимые. А провернуть этот стереотип решил наш корреспондент. Лебеди, голубь, аисты, черепахам. Пока в этом мини-зоопарке не так много питомцев. Гаражи они только зимуют, но с потеплением вновь займут свои места в палисадниках города. Уже на днях их соседом станет петух – символ Нового года. Наиль Рахматуллин занят созданием очередной скульптуры. Петух – символ наступающего года же. Мама у меня год петуха родилась, поэтому когда сделаю, хотя бы фотографию моими отправлю. Старые ведра, цветочные горшки, пляжные коврики. Вчера все это было мусором. Сегодня из него получаются практически шедевры искусства. Его гараж – творческая мастерская. Под рукой все, что нужно. Ну, материал – это все, чтобы под руку попадется. Шел утром сюда, вынес мусор, нашел тазик. Мне смотрю, говорю, это моя черепаха. Взял подмышку, придешь, гараж сделал. Монтажная пена – уникальный материал для творчества и реализации фантазии, говорит мастер. Пена сама уже задает форму. То есть изначально тут видно, куда, где добавить, где убавить. То есть сейчас на пеню, конечно, будет, что жираф какой-то стоит толстый, непонятный. Потом, когда пена высохнет, уже когда канцелярским ножом начать обрезать все это дело, уже будет появляться образ. О своих поделках Наиль заботится, как о живых. Говорит, в них тоже есть душа, и они все чувствуют. Его птицы не подчиняются законам природы. Их долголетие зависит от материала. Одни зимуют в снегу, других он забирает в теплое место. И погреться, и на ресторацию. Пена, она такая, что подсолнечного воздействия она разрушается. Если не обработать ничем сверху, то она начинает крошиться. А если он, мало того, что начал крошиться, еще глаза у него то ли птицы выклевают, то ли кто-то выклевает, не знаю. Еще одно увлечение Наиля родилось на работе. Ненужной бумаге он нашел интересное применение. Так и появились корзинки из бумажных трубочек. Первые, конечно, были такие, не очень. Вот это последнее, из тех, которых я сделал. Так, корзина, которую я тёще подарил, она такая большая, с ней можно за грибами ходить. То есть спокойно она выдержит вес. Монтажная пена и бумага сегодня. Металл и дерево, материалы, освоить которые мечтает Наиль Рахматуллин. Он уверен, что скоро у него обязательно появятся еще одни оригинальные изделия. Главное – желание. А еще к любимому делу относиться ответственно. И тогда обязательно все получится. Ярослава Кондрякова, Сергей Черков, телевидение общества «Газпромдобыча на дым».